В Ненецком округе выдали полуторатысячный сертификат на материнский капитал. Счастливыми обладателями его стала многодетная семья Воронцовых. В торжественной обстановке сертификат вручил руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Сергей Сверидов. Счастливыми обладателями полуторатысячного сертификата стала семья Воронцовых. Известие стало полной, но приятной неожиданностью. Как распорядиться сертификатом, Виктор и Елена Воронцовы пока не решили. Но в планах строительства собственного дома. Мы хотим на строительство дома, чтобы у нас был свой дом, чтобы большая семья, чтобы все были рядом с нами. Закон о дополнительных мерах государственной социальной поддержки семьи, имеющих детей, был принят в июле 2011 года. Сейчас сумма материнского капитала составляет 366 тысяч рублей. За период его действия ежегодно эта сумма индексируется практически каждый год. На сегодняшний день она составляет 366 тысяч рублей. Но, соответственно, уже в проекте бюджета на 2020 год предусмотрена сумма на индексацию. И в следующем году сумма материнского капитала будет 373 тысячи. Основные направления, на которые многодетные семьи тратят средства регионального материнского капитала – улучшение жилищных условий. На эти цели выдано более 124 миллионов рублей. 195 миллионов – на приобретение транспортных средств. Самой невостребованной остается покрытие расходов на развитие личного подсобного хозяйства. За все время на эти цели потрачено 60 тысяч рублей. Большим спросом также пользуется единовременная выплата в 30 тысяч рублей. На эти цели потрачено порядка 14 миллионов рублей. Хотелось бы отметить, вот сегодня сертификат, когда вручали многодетной уже семье, мы их пригласили за сертификатом на четвертого ребенка. Я так раз хотелось бы отметить, что произошли изменения в законодательстве. По инициативе губернатора Александра Цибульского был внесен на рассмотрение собрания депутатов проекта закона, который фразу, когда этот материнский сертификат выдается один раз, она была исключена из закона. И сейчас при рождении третьего можно получить сертификат, при рождении четвертого, при рождении пятого. При этом средства материнских капиталов суммируются между собой. Действие нового закона распространяется на семьи, в которых родились четвертые и последующие дети с 1 ноября 2019 года. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.